В Афинах массовые беспорядки и бои с полицией. Так жители Греции встретили новость об утверждении парламентом соглашения с международными кредиторами. Большинством голосов за депутаты приняли пакет мер жесткой экономии, согласившись на ультиматум Брюсселя. Теперь стране будет выделен третий пакет финансовой помощи, однако большинство экспертов уверено, это не решит ни проблему Греции, ни еврозоны. Слово Кириллу Парменову. Когда 229 депутатов парламента поднимали руки, принимая ультиматум европейских кредиторов, в центре Афин прозвучали первые выстрелы. Профсоюзный митинг перерос в массовые шествия и столкновения с полицией. Последние годы уровень жизни в стране только падал. Теперь доходы людей станут еще меньше. Зарплаты и пенсии будут сокращены, налоги значительно вырастут. Всю накопившуюся злость и отчаяние жителей Эллады выплескивали на офисы банков и витрины дорогих магазинов. Камнями забрасывали стражей порядка. Ранены четверо полицейских и два журналиста из Франции. 50 человек задержаны. Но на судьбу страны это уже не повлияет. Своё мнение граждане выразили в ходе референдума. Но это сражение с еврочиновниками оказалось нерешающим. Унизительное соглашение с кредиторами принято в парламенте подавляющим большинством голосов. Пять месяцев мы вели тяжелую борьбу. Мы совершали ошибки, но я горжусь тем, что сделано ради нашего народа. Сейчас у нас есть выбор. Первый вариант – принять соглашение, хотя лично я категорически не согласен с рядом его ключевых положений. Второй вариант – дефолт. Не буду описывать его последствия, мы все хорошо их знаем. Третий вариант – выход из зоны евро и переход на национальную валюту. Да, по отношению к Греции это шантаж. Но если вы можете предложить иной вариант, я готов его выслушать. Ни 64 депутата, голосовавших против, ни шестеро воздержавшихся, выхода не предложили. Среди них теперь уже экс-министр финансов Янис Варуфакис. Отказавшийся от поста, как только стало понятно, что сделки с Европой не миновать. Выступать с покаянной речью в парламенте пришлось его преемнику. В понедельник утром начался самый трудный день в моей жизни. Это решение навсегда останется для меня тяжелой ношей. Я не знаю, правильно ли мы поступили, но мы сделали это, потому что не было другого выхода. Мы не считаем это соглашение хорошим. Я предлагаю подумать, как обличить участь нашего народа. Сегодня утром в Греции открылись банки. Непопулярные реформы будут проведены в кратчайшие сроки. В страну поступят до 90 миллиардов евро. Но экономисты уверены, что этих денег хватит ненадолго. Третий пакет экономической помощи покажет свою несостоятельность, как и предыдущие. Кирилл Парменов и Дмитрий Поляков, ТВ-центр. Владимир Путин и Барак Обама высоко оценили итоги венских переговоров по иранской ядерной программе. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны. Президенты России и США отметили, что успех в решении иранского вопроса стал возможным благодаря конструктивному взаимодействию стран-шестерки, Ирана, а также Евросоюза. Особо была подчеркнута роль российско-американского диалога в обеспечении безопасности и стабильности в мире. Достигнутое вене соглашения отвечает интересам всего международного сообщества и способствует укреплению режима ядерного нераспространения. Владимир Путин и Барак Обама выразили настрой на совместную работу и по другим международным темам. Также лидеры государства обвинялись поздравлениями в связи с 40-летием со дня проведения орбитального полета «Союз-Аполлон». И сегодня Владимир Путин поздравил российскую сборную с успешным выступлением на универсиаде. В общекомандном зачете наша страна заняла второе место, завоевав 122 медали. Международные молодежные соревнования проходили в Южной Корее. Президент пожелал юным атлетам успехов в спортивной карьере. И отдельные слова благодарности адресовал тренерскому коллективу. МЧС России сегодня доставила в Донбасс очередную гуманитарную помощь. Рано утром колонна грузовиков выехала из Донского спасательного центра, который расположен в Ростовской области. В этот раз в конвое более ста машин. Они привезли жителям Донецка и Луганска свыше тысячи тонн груза. В первую очередь это продукты питания, консервы, крупы, сахара и жизненно важные медикаменты. Также в составе бум-помощи включены книги и констовары для школьников. Это уже третья вторая по счету колонна МЧС. Всего с середины августа прошлого года в Донбасс доставили около 40 тысяч тонн гуманитарных грузов. Этой ночью украинские военные снова вели массированный обстрел горлов в Киев ближайших населенных пунктов. Есть пострадавшие среди мирного населения. Женщина получила ранения средней тяжести. А в Дебальцеве саперы обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов. В основном это не разорвавшиеся снаряды минометов. По Минскому соглашению эти вооружения Киев должен будет ввести от линии соприкосновения еще в феврале. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, в Донецкой Народной Республике смогли собрать первый урожай пшеницы и чменя. Теперь главная задача сохранить его, в том числе от украинских обстрелов. Были случаи уже, когда силовики соленаправленно били по работающим в поле комбайном. Особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет закреплен в Конституции. Соответствующие поправки в украинское законодательство внес Петр Порошенко. Рада рассматривает проект сегодня, но единства у депутатов, судя по всему, пока нет. Хотя решения президента принимались во время визита помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Уже никто не скрывает, Запад диктует Украине, что делать. Но вот внутренние проблемы, с которыми ежедневно сталкивается страна, власти до сих пор решить не могут. Вот Александр Огородников подробнее. Ни одного серьезного решения без отмашки из-за океана. Не успел из западного турне вернуться и ценю, как в украинскую столицу, прибыла Виктория Нуланд. В программе встреча с чиновниками, политиками, представителями большого бизнеса. Накануне госсекретарь провела диалог со спикером Верховной Рады Гройсманом. Обсуждали работу парламента, который должен выполнить все кабальные требования МВФ решить вопрос с Донбассом. Ходом беседы, судя по всему, Нуланд осталась очень довольна. Реформы позволяют Украине не противоречить Минским соглашениям в отношении децентрализации особого статуса, а это очень и очень важно. На каждом этапе с начала февральских переговоров в Минске Украина упорно трудится, чтобы выполнять свои обязательства. Это способствует тому, что США и страны Европы по-прежнему могут быть бок о бок с Украиной и настаивать на том, чтобы все стороны Минского договора выполняли достигнутые договоренности. На Восточноевропейском фронте Виктория Нулан считается весьма эффективным политиком. Свою результативность она доказала и в этот раз. Уже через несколько часов после начала визита госсекретаря в Киев Порошенко отправил на рассмотрение в Раду новую редакцию Конституции, где закреплен особый статус Донбасса. Причем, если в первой версии документа переходные положения закреплялись отдельным законом, депутаты его не приняли, то сейчас речь идет о внесении изменений именно в основной закон страны. Мы готовы поддержать эти изменения. Хотя нас очень сегодня обеспокоил вопрос, когда отдельные политики начали заявлять о том, это в основном представители партии войны, представители отдельных коалиционных сил, которые считают, что в Луганске и в Донецке, даже на контролируемых частях сегодня, но украинская власть здесь сегодня в полном масштабе работает, нельзя проводить местные выборы. Вот мы категорически против этого. Настрой депутатов в решении вопроса Донбасса оказался объяснимым. На своей странице в соцсети вице-спикер Рада Оксана Сраед призналась, на самом деле парламентария под международным прессом. В эти часы и минуты осуществляется безумное давление на народных депутатов со стороны международного сообщества. Для того, чтобы провозглашенные Донецкой и Луганской народные республики получили особый статус в нашей Конституции, аргументируют необходимостью продемонстрировать выполнение минских договоренностей. Неизвестно, какие печеньки раздала Нулан депутатам, но далеко не все парламентарии настроены единодушно. Так что сегодняшние дебаты в Раде обещают быть жаркими. Уже через несколько минут после начала заседания депутаты ушли на перерыв, как говорят в кулуарах, именно из-за того, что нет общего мнения. И несколько минут назад заявлениями по поводу поправок в украинскую конституцию выступили в ДНР. Власти провозглашенной республики заявили, что предложение не соответствует минским принципам, поскольку официальный Киев обязан согласовывать подобные вопросы с представителями ДНР и ЛНР. Сделано это не было. Кроме того, в Донецке считают, что поправки уже через год могут утратить силу. Из зоны конфликта в Йемене эвакуированы более сотни беженцев. Этой ночью их доставили в Москву два спецборта МЧС. Покинуть опасные районы пожелали не только россияне, но и граждане СНГ и самого Йемена. В полете их сопровождали медики отряда Центра Спаса, психологи. По оценкам экспертов, ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе. Как заявили сами беженцы, они благодарны за предоставленный им шанс на спасение. Все подробности у Артема Широкова. В аэропорт Домодедово прилетели 13 россиян, а также граждане Украины, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии и Эфиопии. Среди них 17 детей. Эвакуация проходила в боевых условиях. Аэропорт столицы Йемена Саны находится под обстрелом. Взлетно-посадочная полоса местами разрушена. Бомбят, не останавливаясь. Бомбят, бомбят. И когда эта бомба попадет... У нас бомба разорвалась 300 метров от госпиталя. У меня комната все трещина была. Ужасная. Этот рейс для них был непростым. Сначала три часа до Египта, потом до заправка и еще почти шесть часов полета до Москвы. Но многие признаются, спасаясь от войны, готовы были на все. Особую благодарность российской стороне выражали иностранные граждане. Не оставили в беде. И спасибо вам большое, огромное. Мы благодарны вам. Вы улетали в аэропорт, бомбили? Ну, несколько раз было. Несколько раз бомбили. Спасибо всем большое. Правда, нас очень хорошо встретили. Спасибо. За последние три месяца Россия стала первой страной, которая доставила в Йемен гуманитарную помощь. 46 тонн груза с различным питанием и питьевой водой. Но это лишь капля в море, признаются спасатели. Продукты разобрали за считанные часы. Может быть, это и не такая большая на общем фоне помощь. Но на самом деле мы надеемся и очень рассчитываем, что после нашего прилета туда будет открыт какой-то гуманитарный коридор. Международные наблюдатели уже открыто говорят о гуманитарной катастрофе в Йемене. Из 25 миллионов населения, 21 признан официально голодающим. Люди находятся на грани выживания. Больницы переполнены. Оказывать медицинскую помощь раненым все сложнее. Велика вероятность вспышек эпидемий, особенно среди детей. Мы думаем, что если бы не было противостояния, мы смогли бы с нашим персоналом привить по всей стране 400 тысяч человек. Однако с продолжающимися обстрелами и длительной борьбой, как сегодня и вчера, мы сможем привить только 200 тысяч, поскольку родители боятся выходить на улицу и прививать своих детей. Сегодня в Йемен из Саудовской Аравии вернулись три министра. Это главы МВД, Минтранса и Минздрава. В марте правительство Халеда Махфуза Бахаха подало в отставку и покинуло страну вслед за президентом Мансуром Хади под давлением мятежников Хусид. Теперь же изгнанный глава Йемена поручил группе министров вернуться в Аден, чтобы они приступили к работе по восстановлению общественных институтов страны. По данным ООН, с момента обострения противостояния между правительством Йемена и шиитскими мятежниками погибли уже более 3,5 тысяч человек. Еще 16 тысяч были ранены. Артем Широков, Дмитрий Андрианов, ТВ-центр. Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор участника муральской банды Федоровича. Почти 6 лет преступники совершали бесчинство на территории нескольких областей, отличаясь с особой жестокостью. На скамье подсудимых 9 человек главарь Василий Федорович отвечал не только за организацию преступлений, но и за юридическую безопасность группировки. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Еще один участник банды получил пожизненный срок, остальные от 6 до 24 лет. Обвинение было предъявлено по 13 статьям. Это 14 убийств, 5 покушений, а также многочисленные грабежи, разбойные нападения, похищения людей. Общий объем материалов уголовного дела составил целых 107 томов. Основная часть преступлений совершалась данной бандой из корыстных побуждений. Однако в ряде случаев преступления, в том числе и убийства, совершались по национальному признаку. Два убийства были совершены по версии следствия совершенно беспричинно, то есть из хулиганских побуждений. И одно убийство было совершено с особой жестокостью. Но все-таки основным мотивом убийств и иных преступлений была корысть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok